В общем, мы взяли район, где находится Кремль. Мы взяли Кремль в том числе. Второе. Второй очень важный тезис. Хочу, чтобы обязательно вы отметили. В Москве больше нет никакой парламентской оппозиции. Следующая политическая сила, которая получила мандат это КПРФ, у них 45 мандатов. Из этих 45 мандатов 18 человек выдвиженностей под КПРФ, но на самом деле наших сторонников, которых поддержала наша платформа. Я уже не говорю о ЛДПР, справедливой России, просто вообще в городе нет. Третий тезис, тоже очень важный. Диванная партия потерпела фиаско. Все эти люди, которые говорили, невозможно ничего изменить, выборов честных никаких нет. Кстати, с этим тезисом мы тоже согласны. Все равно даже на таких выборах можно побеждать, и мы это доказали. Вот при 15-процентной явке мы смогли очень достойно, на мой взгляд, и если бы явка была 20%, если бы все наши сторонники пришли, то мы бы провели от 350 до 400 мандатов. Это были такие прогнозы Мэй, потому что мы делали все, чтобы москвичи не узнали о выборах в столице. Также важно подчеркнуть, что мы создали вот эту новую технологию организации избирательной кампании, мы его называем политический убер. Этот политический убер открыл двери новичкам в политику. Этот политический убер создал возможность для людей, не разбирающихся в тонкостях избирательного законодательства, зарегистрироваться, пройти всю кампанию и победить. Это очень важно. И это говорит о том, что в стране, в городе как минимум, мы надеемся, что в стране появился задор и на новые лица, и на перемены. И если раньше, например, для того, чтобы победить, нужно было иметь много денег, нужно было создавать штабы, нужно было нанимать политтехнологов, юристов, программистов, журналистов, дизайнеров, то сегодня мы смогли это все оптимизировать. В 29 районах у нас блок-пакет, то есть у нас более трети депутатов. И Единая Россия не сможет избрать своего председателя. В 17 районах у нас большинство. Абсолютно просто непотребная ситуация с районом Арбат. Там нас обманули. Этот район должно, там избиралось в Белсаване жителей района Арбат 9 из 10 депутатов, разбирались от нашей платформы. Но Министерство обороны в главном здании Минобороны создало резиновую квартиру, куда прописало полторы тысячи военных, которые там не живут, а они живут в совершенно других районах, Балашихе, еще где-то. И они приехали, вот хватило наглости, то есть были районы, где теории могут голосовать военные, но они не приехали, потому что всем понятно, что ты не можешь избирать муниципальных депутатов военными. А в Минобороны хватило наглости вот этим вот военным, прописанным на этой резиновой квартире в главном здании Минобороны, приехать полным составом и набросать просто тысячу, сто бюллетеней строго за Единую Россию. И в результате в этом округе Арбата, где пять из пяти должны были проходить наши кандидаты, прошло четыре единороза. Вот если эту округу убрать, пять из пяти, этот оставить, только один наш чудом зацепился. И те районы, где люди верят в перемены, они пришли голосовать. Егеманка девять из десяти наших избралось, Тверской тоже самое. Там, где люди верят в перемены, перемены произошли. Как только люди начнут верить в перемены в остальных районах или в остальных регионах в стране, перемены произойдут это там.